Привет, вы на канале ГАСКО и сегодня мы с вами окунёмся в нулевые. Эх, как бы это ни было приятно, но давайте вернёмся на исходную. Я вам хочу рассказать, а также показать 4 лучшие программы, которыми пользовались ещё наши отцы. Ну и я в принципе в году так 2007. И самое главное, которые до сих пор актуальны и даже получают обновления. Вы мне скажете, ну блин, зачем пользоваться старинкой, если есть сейчас все новые программы уже нашего времени, которые отлично справляются. Я вам отвечу, что нет, дорогой друг. Программы, которые я покажу из этого списка, до сих пор не имеют адекватных, самое главное, стабильно работающих аналогов. Не будем дожидаться твоего батю из магазина, а сразу начнём. Готовьте чайок, кофеёк и полетели. Первый наш гость в сегодняшней программе это Media Player Classic. Многие об этом плеере слышали, многие не слышали. И есть те, кто до сих пор на нём сидят. И я вам скажу, не зря. Это уникальный в своём роде плеер, который запустит абсолютно любой формат. Покажите ему пальцем то видео, которое вам необходимо запустить, и он это сделает, не попросив взамен о кодеках. Или, пожалуйста, закиньте бабло, и тогда я запущу. Да, Майкрософт. Как же стыдно в 2024 году до сих пор не иметь поддержку всех форматов и кодеков. А те, которые платные, якобы должны работать с ХВЦ, по факту нестабильные. Постоянно выкидывают. В моём случае иногда виснет ПК и помогает только перезагрузка. На 11 в Индии не так давно была проблема. При запуске любого видео формата, первые 2 секунды просто чёрный экран. Неважно через что запускали, через Кино и ТВ, либо Медиаплеер. Слава Майкрософта, это пофиксили. Вроде как. В то же время Медиаплеер Классик идеально справился со своей задачей. Проблем не имеет, всё запускает. Единственное что, те, кто привыкли к новым плеерам, по типу Кино и ТВ, вам будет очень тяжело первое время свыкнуться с таким дизайном. Он устаревший, тут спору нет. Но что вам важнее, эффективность, либо внешний вид? И тут я сделал небольшую ремарку, потому что Ютуб может не понять, что я имею в виду. Первый выпуск Медиаплеер Классик вышел в 2003 году от создателя этого чудесного творения Габиста. Изначально он разрабатывал МПЦ как программу с закрытым исходным кодом. Однако, позднее решил опубликовать её с лицензионным соглашением GNU GPL на sourceforge.net. Это один из самых больших в мире веб-сайтов для разработчиков открытого программного обеспечения. На вкладке настройки мы можем почитать и настроить плеер так как нам нравится. А настроить мы можем много всего. В этом плане он супер гибкий. Допустим, я поставил галочку на вкладке проигрыватель, запоминать положение окна и запоминать размер окна. Правда, если ролик низкого разрешения, он будет растягивать картинку. Но я уверен, что где-то тут можно поклацать и найти всё необходимое. Вы просто посмотрите на количество настроек. А что нам может предложить кино и ТВ? Ну, как-то даже стыдно за него. В общем, Медиаплеер Классик это неотъемлемая часть Windows. Он должен быть обязательно на вашем ПК или ноутбуке. Второй наш гость это интернет донлод менеджер. Пользуюсь я им с годика 2010го и не зря. Потому что имеет множество уникальных и положительных сторон. То, что вы не можете загрузить, он загружает. Там, где у вас медленная скорость загрузки, он повышает. Начнем с того, что благодаря IDM мы можем скачать любое видео с абсолютно любого сайта. ВК, Ютуб или какие-нибудь фильмы. Просто нажав на воспроизведение видео, у нас появится вот такое окошко. В нем можем выбрать разрешение, которое доступно, а также формат. MP4, либо чаще всего МКВ. И тут нам на помощь приходит Медиаплеер Классик. Если будет формат, с которым не справляется ваш плеер. Немаловажно, что если видео поддерживает 60 фпс, в таком количестве кадров оно и скачается. Я это отметил, потому что многие онлайн загрузчики видео скачивают его в 30 фпс. Если нужно 60, тогда будет без звука. Какими еще плюсами обладает интернет донлод менеджер? Как я говорил ранее, скорость загрузки будет всегда выше, чем в любом браузере. Я не знаю, как это работает. Мне кажется, здесь замешана магия. Если мы загружаем большой файл, вдруг выключили свет, или нужно куда-то отойти и выключить ПК, IDM может докачать то, что поставилось на паузу, либо отменилось во время каких-то проблем. А также знаете, есть сайты, на которых нестабильное подключение, или по крайней мере загружаете через VPN. Вы можете качать гиговый файлик со скоростью 100 кбит, и в какой-то момент VPN отключился, или нестабильное соединение. И в таком случае, в браузере через по-моему секунд 10-15 без получения трафика, загрузка прекращается и пишется ошибка. IDM такое сделать не позволит. Он будет бороться за вашу загрузку до конца. Я с таких сайтов стараюсь скачать редко, но если других аналогов нет, а вы знаете, как сейчас обстоят дела с блокировкой сайтов и так далее, я буду точно уверен, и не переживать, что где-то там что-то не скачается. Работает со всеми браузерами, то есть не только хром, как вы могли подумать, но и остальные. Для этого мы устанавливаем программу, и при запуске браузера, нам автоматически приложится новое расширение. Мы просто подтверждаем и всё, можем идти пользоваться. Если браузер вам не предложил установить всё это автоматически, либо вы пользуетесь Яндекс.Браузером или каким-то кастомным, в таком случае у интернет-донлод-менеджер есть целая статья, как добавить их расширение в браузер. Обычно это делается через загрузить распакованное расширение, либо загружаем скрытый модуль в Google Store. Да, просто так его найти нельзя, потому что нет от него смысла без программы. Только будьте внимательны, чтобы не загрузить подделку. IDM также может ограничить скорость загрузки. Делается это в пару кликов. Если вы прошаренный, можете настроить что-то под себя. Настроек благо хватает. Ну и плюс, по завершению загрузки, он комфортно всё сортирует по папкам. Compresset, это у нас архивы. Видео, загруженные видео. Programs, любые файлы с расширением экзе. А также остались документы и музыка. Тут и так всё понятно. Internet Download Manager появился в 2001 году от компании Tonec Inc. Со своим собственным алгоритмом IDMN, представляющий инструмент-ускоритель, который по заявлению разработчиков на официальном сайте позволяет увеличить скорость скачивания файлов на 30% по сравнению с аналогичными популярными программами. На официальном сайте можем загрузить 30-дневную Триал-версию, чтобы посмотреть, как она работает. Поддержка многих языков, в том числе и русский. Постоянные обновления. Даже интерфейс стал более приятным. Пользуюсь случаем ребятки про пиаре в свой бусте. Все архивы, которые я когда-либо загружал, находятся в знак благодарности за поддержку на мега. Там это удобно делать, потому что есть отдельная папочка, которая постоянно обновляется. То есть, мне не нужно, как в случае с телегой, создавать новый пост или изменять его ссылку каждый раз, когда выходит обновление чего-либо. А я просто удаляю старый архив и добавляю новый. Тем самым, перейдя по той же самой ссылке, все будет уже обновлено. Ну и там же лежит мой собственный архивчик для оптимизации Windows. Никакие это не бустеры, а все делается по старинке, своими собственными ручками. Что-то не понравилось, откатили назад. И плюс видео-гайд на 30 минут. Как всем этим добром пользоваться? Это не продажа ни в коем случае. Такой же архив есть и в публичном доступе, но слегка урезанный. В общем, более подробнее можете ознакомиться с моим роликом на канале. Ссылочка будет в описании и в правом верхнем углу. По поводу интернет-донлоад-менеджера. За него я ручаюсь, потому что просто нет аналогов. Это лучшая вторая программа, которая обязательно должна быть у вас на ПК или ноутбуке. Так, ну хорошо. С помощью интернет-донлоад-менеджера мы загрузили какой-то фильм. Посмотреть его можем уже благодаря Media Player Classic. А что делать, если формат у фильма какой-то необычный, а мы хотим посмотреть его на телефоне. Но вдруг нас ждет длительная поездка, а рассчитывать на интернет не очень-то и хочется. Или как в моем случае, свет отключается очень редко, но метко. Для такого случая на своей мобиле я всегда приберегаю парочку фильмов. И находится такой человек, который говорит, а я никуда не езжу, да и фильмы не смотрю. В таком случае, мой дорогой друг, я не знаю, чем ты занимаешься, но предположу, монтируешь ролики. Adobe Premiere Pro поддерживает не так-то и много форматов. Даже с айфоновскими далеко не всегда стабильно работает, либо и вовсе не читает их. МКВ, я вообще молчу, вроде как популярный формат, но, увы. Подружить Premiere Pro с форматами кроме MP4 и AVI как-то не удается. Эда, вы все правильно поняли. Третий гусь в нашей сегодняшней программе связан с редактированием форматов. Это формат Factory. По названию уже можно догадаться, что она меняет форматы. Причем не только видео, а всего, чего хочешь. Касаемо видео. Мы можем как МКВ, так и ВБМ переформатировать в MP4 и наоборот. Также поддерживает гифки и может очень быстро обрезать лишнее. А это прям супер полезно. Выбираем, допустим, MP4. Добавить файл. Настройки. Задаем время начала, откуда это можно обрезать. И конец нашего видео. Как пример. В фильме в самом начале включается реклама. Вы ее спокойно обрезаете и наслаждаетесь просмотром. Можно добавить сразу большое количество файлов. Везде, где необходимо пообрезать. Выбрать настройках формат, качество, а также разрешение. Далее выбрать папку, куда все это добро отправится. Нажать ОК и Старт. Время конвертации формата зависит от выбранного формата, качества видео, а также его длительности. Ну и не забывайте про мощность вашей видеокарты. Чем мощнее, тем быстрее. И это далеко еще не все функции, которые я показал. Есть какие-то кропы, фаст клипы, запись с экрана и даже плеер. Но этим лично я не пользуюсь. Он мне служит в основном для конвертации с МКВ в МП4. Существуют баги, программа может зависнуть. Самое главное, никуда не спешить. Делайте все медленно и расчетливо. Вышла формат Фактори в 2008 году. От разработчиков FreeTime. Имеет огромное количество языковых пакетов. А также стабильно, я бы сказал, активно обновляется. Аналоги существуют. И судя по информации, есть даже лучше, чем формат Фактори. Но я к ней привык. И со своей задачей она справляется на отлично. Со своими проблемами, конечно. Но без них никуда. Окей. Фильмы или видео мы качать научились. Через что смотреть знаем. А также в курсе событий, как поменять формат, если попался какой-то не такой. И осталось последнее. Это уход за своей системой. Допустим, после загрузки нужно почистить кэш в браузере, историю или папочку темп. В ней можно найти то, чем вы занимались. На помощь нам приходит уже четвертый гость нашей сегодняшней программы. Старичок, как и интернет, донлод менеджер. Знакомьтесь. Рек органайзер. Эту программу я обожаю. Она, наверное, со мной всю мою ПК жизнь. В каждом моем ролике мельку можно обратить на нее внимание. И даже в самых старых, там она тоже присутствует. Пару раз я о ней рассказывал, но далеко не все посмотрели те ролики. Поэтому дубль номер три для рек органайзера. Ее задача в первую очередь очистить весь кэш, историю, темп файлы, как в браузере, так и на ПК. Также удаляет временные папки, нерабочие ярлыки, отчеты об ошибках. Если у вас есть телега, удаляет кэш с телеги. Если дискорд, с дискорда. И даже кэш диретикста. Плюс она сама настроит автозапуск, если вам это необходимо. То есть, какой-нибудь стим будет запускаться не сразу, а через 5 минут. Это очень полезно, особенно для жестких дисков. Если ваша система после старта тормозит. Даже пишет, какие программы получили новые обновления. Но не чудо ведь, а? Есть еще куча других функций, связанных с редактированием реестра. Тонких настроек, как интернета, так и ПК. Но я этим не пользуюсь, мне оно не нужно. Самое важное для меня, почему я обожаю эту программу, помимо очистки всего мусора, перейдя в раздел программы, мы обнаружим все программы, которые есть у нас на ПК. Можем отсортировать их по новым, которые только что установили. По размеру и популярности, как часто вы ими пользуетесь. Нажав на установить и отследить, рек органайзер добавит эту программу в особый список. Она полностью отследит весь путь установки каждого файла и реестра. Что особенно полезно, если вы не уверены в программе. Это же касается и уже установленных программ или игр. Я постоянно их удаляю только с помощью рек органайзера. Потому что, как вы возможно знаете, что при удалении программы или игры, практически 98% остается реестр этой программы и захламляет вашу систему. А если вы удаляете с помощью рек органайзера, представьте, что вы ничего и не устанавливали на ваш ПК. Никакого кэша, хлама и реестра. Особенно полезно для тех, кто очень редко делает полную переустановку виндовса. Рек органайзер вышла в 2001 году и до сих пор активно обновляется. От разработчика Полякова Константина Евгеньевича. Честно признаюсь, мои глаза сейчас на орбите. Потому что я действительно не знал, что это программа от нашего соотечественника. Теперь у меня еще больше гордости за рек органайзер. И не зря я вам ее рекомендую. Для меня это точно топ 1 программа. И без нее никуда. Как-то так. Получился атмосферный небольшой ролик. В котором я поделился своими сокровенными тайнами по использованию ПК. Надеюсь, вы узнали кое-что новое. И теперь понимаете, что старое не значит плохое. Эти все программы прошли проверку временем. И однозначно заслуживают большого уважения. С вами был Каска. По желанию можете оценить этот ролик. Мне будет приятно. А также поделиться со своими друзьями. Возможно, они найдут для себя что-то интересное. Как говорится, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok